Прибыв в Оксино, Юрий Бездудный первым делом отправился на ферму. Хозяйство с 2015 года принадлежит Ненецкой агропромышленной компании. В Оксинском филиале трудится 23 человека. Ферма рассчитана на 80 голов дойного стада. Сейчас полным ходом идёт заготовка кормов. 7% страховой фонд, как правило, готовим и готовим на продажу. Но у нас с прошлого года осталось 500 кругов. Вот запас. Мы ежегодно сход отсюда сдаём, на местокомбинат еще не раз выходим. А ферму новую мы немножко побольше сделали по ПСД, потому что там у нас будет в пределах... Ну, ферма сама 100 голов, а со шлейфом будет 230-200. Прекрасно. А по рабочим у нас всё хватает и нужно отметить то, что здесь молодой коллектив, как на цехе, так и на ферме. Следующая точка в маршруте в Рио губернатора Ненецкого округа – Оксинская участковая больница и библиотека. После Юрия Бездудный направляется в среднюю общеобразовательную школу. В одном из старейших учебных заведений Ненецкого округа сегодня учатся 47 детей. В двухэтажном здании есть актовые залы, учебные классы, оснащенные современной техникой. Удивительная вещь. Современное оборудование, интерактивная доска, мультимедийный проекта и такое старое здание. Но все обещали, обещали, построим-построим. Амтон, что мы можем сделать? Мы уже проговорили со строителем, уже проговаривали о том, что возможность создания ПСДшки на эту школу… Просто есть ли смысл делать капитальный ремонт, если здание 56-го года постройки? Или нужно проектировать, проектировать новое здание, находить земельный участок? Детский сад – следующий объект, куда отправился Юрий Бездудный. Здание старое, но благодаря бережному отношению сотрудников в очень хорошем состоянии. Здание старое, но у вас здесь так уютно, так уютно, ярко. Что-то нужно делать по саду или нужен новый детский сад? Нам сад-то бы не мешало, конечно, может быть. Если получится, нам бы обязательно новый зал, потому что у нас и спортивного зала нет, и музыкального зала нет. Пока дети на каникулах, для них организован досуг в рамках работы педотрядов. Вожатая Виктория Павленко проводит для школьников и малышей различные игры на свежем воздухе. Ходим либо на пески, строим там замки, либо ходим в ФОК, там развлечения, веселые старты. На поле сегодня ходили, на луг, там мячик играли. Тому, что в селе организовали досуг для детей, рады и родители, и, конечно, дети. Для нас проводят игры. Мы можем ходить везде, на речку только с родителями. И мы тут играем во все любые игры, но больше всего в прятки. Нравится тебе? Да. Также для детей и молодежи проводят спортивные состязания на свежем воздухе. Об этом Юрию Бездудному рассказала директор сельского ФОКа. После чего в Рио губернатора отправился в Дом культуры, где провел встречу с населением. Какие вопросы жители задают? Самые злободневные, наболевшие. Медицинские услуги, наличие лекарств в аптеках. Далее, очень тревожит проблема, связанная с обрушением берега. И здесь берег требует защиты, укрепления. Обсудили эту тему, включили Оксина в проектирование. Будем серьезно проектировать береговое укрепление и выходить на федеральное финансирование. Потому что проект очень серьезный и требует такого не копеечного финансирования. А в целом, очень позитивное впечатление от поездки. Замечательные дети вот видели. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север», село Оксина, Неницкий округ. Продолжение следует...